Хотите получить отличный урожай и здоровые растения? Тогда кормите их правильно, вовремя и сбалансировано. Сегодня я собираюсь подкормить по листу землянику садовую. Она хорошо перезимовала, ее почистили от мертвых и больных листьев, пропололи. Она активно наращивает новые листочки и уже показались первые завитки соцветия. В этот период она нуждается во всех макроэлементах – азоте, фосфоре, калии, а также ей очень нужны витаминчики, микроэлементы. Очень важно, чтобы состав удобрения для подкормки был не просто сбалансированным, учитывал все потребности растения в конкретный период, но и все элементы хорошо и легко усваивались растением. Сегодня я буду кормить комплексным растворимым удобрением лифдрит земляника. В нем небольшой процент азота, чтобы не спровоцировать лишний рост листьев, и повышенное содержание фосфора и калия. И очень насыщенный микроэлементный состав. Магний нужен для образования хлорофила и фотосинтеза. А у нас здесь довольно кислая почва, и магний при обычном внесении трудно усваивается. Здесь железо и марганец также нужны для фотосинтеза. Есть сера, медь, цинк, молибден для активизации усвоения азота и бор. Главное, что большинство этих микроэлементов находятся в хелатной форме, самый доступный и легко усвояемый для растений. И не забывайте, что перед любой подкормкой посадке необходимо прополоть, чтобы не кормить сорняки, и пролить почву, даже если подкормка будет по листу. Растение не должно быть обезвоженным. Кормить буду опрыскиванием по листу. Это самый быстрый, эффективный и экономичный способ внесения удобрений. Правильно готовим рабочий раствор. Заливаем в опрыскиватель на одну треть чистую воду комнатной температуры, засыпаем удобрение для земляники, тщательно размешиваем до полного растворения. Еще один плюс удобрения LeafDrip, он очень легко и полностью растворяется. И удобная фасовка. Одного пакетика хватает на одно-два применения. Теперь доливаем воду до заданного объема и приступаем к опрыскиванию. Очень удобный аккумуляторный опрыскиватель. Не нужно постоянно подкачивать давление, а телескопическая штанга с разными насадками, есть струя, веер, туман, обеспечивает очень мелкий распыл и позволяет обрабатывать растения в прямом смысле всесторонне. Кстати, дальность распыла до двух метров, так что такой опрыскиватель прекрасно подойдет даже для высоких яблони-груш. Главное не забревать вовремя заряжать. Итак, чтобы подкормка сработала на все 100%, сначала приводим посадки в порядок. Удаляем сорняки, поливаем, если почва недостаточно влажная, берем хорошее комплексное удобрение, состав которого соответствует потребностям конкретной культуры и периоду развития. И, конечно, хороший опрыскиватель – главное условие качественного внесения и усвоения. Итак, ни для кого не секрет, что у каждой культуры, у каждого вида растений свои требования к составу подкормки и соотношению в ней элементов питания. И то, что хорошо для огурцов, не совсем подойдет для земляники, и уж точно не подойдет голубике или клюкве. Кстати, Лифдрип имеет целую линейку удобрений для разных культур. Для посленовых, для тыквенных, для лука и чеснока, для голубики и клюквы, состав которых подобран в соответствии с потребностями каждой культуры. Есть удобрения для рост, которые обеспечивают отличный рост и повышенное и пышное цветение, для декоративно цветущих и декоративно лиственных, ведь у них немного разные задачи и, соответственно, состав удобрений тоже отличается. Для хвойных, туй, можжевельников, елей и прочих, которые помогают им сохранять яркую зелень круглый год. И особое удобрение для орхидей. Все удобрения марки Лифдрип легко и быстро растворяются, без образования осадка, и они прекрасно подходят для внекорневого внесения. Сбалансированная подкормка – залог отличного урожая и крепкого здоровья наших растений. Особенно сейчас, когда идет активный рост, кто-то собирается цвести, а у кого-то уже идет формирование завязей. Субтитры создавал DimaTorzok